Слушайте. Да, еще раз всем здравствуйте. У нас сегодня будет на русском. На русском будем, да? Или можно на английском? Как лучше? Да, давайте на русском. На английском потом сделаем тогда. Ну да, вы еще поразмещайте тогда, чтобы люди еще подошли. Потому что хотел Сергей, как я уже говорила, он занимается Airbnb в Silicon Valley и очень хорошую доходность имеет. Он тоже хотел поговорить на эту тему, рассказать, как они открывают так называемые rental properties, доходные дома, Airbnb, тоже как вариант. Ирина, расскажите, что у вас интересного произошло с того момента, какие-то дела нашли, и потом я расскажу, что у нас там происходит и какие ставки сейчас мы получаем. У меня пока с последнего разговора изменений никаких нет. Мы все еще находимся в эскроу сделки, то есть со своим домом Джошуа 3 и планируем там ремонт где-то, наверное, может, к первому апреля выставлять его на Airbnb. Поняла, поняла. Интересно. Так, сейчас я не могу минимизировать ничего сделать. Сейчас, секунду. Ну, чтобы показать, что у нас происходит в деле. Сейчас, секунду. Хочу поделиться. Значит, мы сделали два оффера. Один ушел в бэкап. Просто интересно ли, если интересно, расскажу. Обновления небольшие. То есть это был Foreplex. Продавался за 477. Сторговали за 450. Доходность у него 4300 в месяц. То есть годовая доходность получается 52 тысячи в год. Поэтому можете посчитать, сколько получается это процентов. Где-то 12, да? Годовых. Вот. Адрес могу показать. Почему-то не делается вообще shares. Не shares, скорее ничего не делается. Вам вообще видно? Нет экрана. Так. У меня просто показывает, что он загружается. О, загрузился. Загрузился, да? Угу. Сейчас еще другие присоединятся тоже. Покажу. Если интересно, на примере. Вот он на ZIL. Этот объект. Скажу. 1,5,5,9. И на другой. Другой ушел. Я веду, что очень тяжело ZIL получить, потому что они моментально просто улетают. Наверное, мы так же, да, пробовали. Да, да, да. И то же самое в LA. Ну, посмотрите, какая доходность. Так, они уже убрали с продажи. On-off-market. Ну, я покажу на картинке. Так, там, по-моему, B было. Вот. Вот такая доходность. Там получается дом, потом дуплекс и студия. Их вообще нет. И вот. То есть, можно торговаться. То есть, первоначальная цена еще ни о чем не говорит. Она еще может меняться. 5,9. Вот. Ну, вот такие вот доходности. Ну, я не скажу, что они супер-шикарные, но 12 доходов, 12 процентов. Как считаете? Почему не находят его? I want to pay the street. Как вы летаете? 11 процентов. Ну, наверное, это хорошо, да. Потому что я, у меня нет недвижимости с долгосрочной арендой. У вас только на короткий, да? Да. Срок. Ну, вот она ушла. Вот ее убрали уже с маркета. Ну, я потом прошу. Там сделаны хорошие. Хороший ремонт. Вот. И еще мы на другую подавали. И выставили буквально в течение дня, в течение сколько там, двух часов. Вот. Этой пропорти уже тоже нет. И вот на этом мы тоже подали. Можем рассмотреть. И в прошлый раз мы это уже рассматривали. Вот они еще рассматривают офферы. Вот получается 8 юнитов. Вам видно, да, экран? Да, видно. 8 юнитов. И они продают за миллион сто. Вот. Доходность, скажу, не супер. Высокая. Ну, относительно. Школы хорошие. Шестерки, семерки. В этой эре относительно хорошие школы. Ну, для рентал не так важно, потому что можно вообще ориентироваться на секшен-эйд. И как мы вообще такого плана в билдинге, когда вот так выглядит билдинг, и еще отдельно есть, как они называются? Карпоты. Карпоты, да. Как вы считаете? Это хороший? Да, бусин. мальтифэмили, да, они обычно хорошие должны быть. Но это уже коммерческое идет, да? То есть коммерческое. Да, начиная от 5, ну, включая 5, это уже считается коммерческое. Лон на них по-другому чуть-чуть получается. И мы уже, по-моему, разговаривали, да, по поводу лонов, как они идут. На коммерческую должно быть минимум 20%, но есть разные варианты. Допустим, либо по налогам дают, учитывая налоги, лон, либо есть такой портфолио лон, портфолио. То есть смотрят, сколько у человека бизнеса, какая у него доходность этого бизнеса, сколько у него депассиров приходит на стейдмент. Вкратце вот так. То есть разные варианты. Если, допустим, человек хочет купить форплекс, то до 4-х юнитов, любые, либо триплекс, либо дуплекс, ну, или сингл фэмили, естественно, то можно подать на FHL. FHL, вы знаете, 3,5%. Да-да-да. Вот, поэтому многие так делают. Можно 3,5% купить FHL, хотя бы 12 месяцев там прожить. Допустим, в одном из юнитов можно прожить, а потом, ну, 12 месяцев, год, либо меньше, там никто же контролировать не будет, а потом полностью его сдавать. Тоже как вариант. И другой пропорти, вот я вам показывала, здесь написано, что у них 4 домика на этом пропорти находится, и вот цена 274. Как там 4 дома? Владелец инвестор. На фотографии мало, да? Фотографии практически нет, потому что говорят, что владелец инвестор, он никогда там не был, живет в Силиконом долине, ничего не знает, вот получал деньги, хочет большую пропорти перейти. А что там показывает Google Maps? Там действительно 4 стоят. Там непонятно. Ту ли старые фотографии, потому что они, говорят, они добавляли идею. Вы же знаете, по закону Калифорнии можно строить 2 идею. То есть, допустим, домик, если площадь позволяет, еще можно построить 2 маленьких. И это официально. То есть, это не какие-то там будут нелегальные вещи. Может быть, они достроили. Но это не везде, это в зависимости от размера земли. Где-то города разрешают. Помимо Калифорнии еще города накладывают ограничения в зависимости от размера земли. Можно или нельзя строить. Ну, как закон гласит, по идее, сейчас с 2020 года, даже, получается, с прошлого года во всей Калифорнии ввели такой закон. Даже можно посмотреть, идею можно везде строить. Может, посмотреть в Калифорнию. Я уже смотрела, да? Я правильно понимаю, что города могут наложить свои ограничения на калифорнийский закон? То есть, что он для них не является истинной в последней инстанции. Ну, может быть, в каких-то городах приоритеты даются Сити. Может быть, Атак. Вот, включаю. New ADU Finding Loss. Вот. Калифорния Home Program. Калифорния Home Program. Можешь нам эту скидку в чат, ссылку в чат скинуть? Да, просто проблема в том, что когда мы закроем, чат исчезнет. Может быть, не в чат, а может, лучше. Да, сброси ее, знаешь, мне в личное сообщение, а я ее в группу добавлю. Ну, могу, да. Или ты сразу в группу. Или я в своей могу в группе разместить. По поводу EDU, это очень хорошая идея. И вы знаете, строительство этих EDU, это опять-таки зависит, конечно, от размера участка, от Сити, ну и, понятное дело, от стоимости жилья. Если это где-то в пустыне, как трон, как помните, я рассказывала, там дома по 12 тысяч стоят, по 15, то нет смысла EDU строить. Зачем? Если можно дешевле купить. А если мы рассматриваем, допустим, Беерию, то вы сами знаете, да, что в Беерии домики очень дорогие. Да-да. Вот. Поэтому многие люди на этом деньги делают. И государство, вы знаете, да, с какой целью строит EDU? Разрешает, или не строит, разрешает строительство. С какой? Чтобы решить проблему. Вот эти жилья. А, жилья для бедных? Да. Да, потому что их разрешено официально сдавать. Раньше они же были подпольные, многие там гаражи переделывали. Да-да. Вот. А сейчас это официально разрешили. Поэтому EDU хороший бизнес. И, ну, вы знаете, особенно в Силиконовой долине, как уже когда говорили. И мы с компанией, с которой сотрудничаем, с которой Силиконовой долине тоже строят. И они говорят, многие этим занимаются, потому что дешево построить, что где-то 50 тысяч и выше. Ну, конечно, от формата зависит, от размера и всего прочего. Но если просто рассматривать дешевое жилье, делать как рентал инком, вот мы вам рассматривали, да, если посмотреть тоже трону, это не так далеко. Вот смотрите, дома 15, 14 для рентал инком. Ну, 80 это вообще уже меншин для трона. Ну, вот можно посмотреть 15. Говорят, в Калифорнии не бывает дешевых домов. Ну, вот пример. Чем не дом? Buyer to verify structure existence, condition, structure existence. То есть они даже не знают, есть ли там дом. А почему вы бы не хотели в троне из-за того, что плохая погода организовывать вот это Airbnb? Ну, там, да, много, несколько месяцев выпадает жары. Но надо подумать, да. И далеко ехать, обслуживать. Понимаешь, пока все это настроишь, я пока стараюсь в пределах двух часов находить от себя. Потому что настройка требует времени. Ну, у меня, по крайней мере. Интересно, конечно, поговорить вот с Сергеем, да, про которого ты говорила. Он удаленно или как он все это делает? У меня есть люди, которые, Airbnb хосты, которые вообще не живут своих, даже рядом не живут. Да. Ну, вот он мне скинул ссылку. Видимо, он очень занят. Он сказал, можете посмотреть. Если интересно, я с вами поделюсь. Хотите, скину стартап хаус? Давайте. А, это не ссылка, это... Это, оказывается, документ. Он очень хотел как раз рассказать. Он говорит, что они с каждым домом нарабатывают там практически по 10 тысяч. Вот стартап хаус. Если хотите, добавьтесь к нему. Друзья тоже можете пообщаться. Так. Как мне сделать... Наверное, я здесь открою, чтобы вам тоже видно было, да? А потом эту ссылку тоже скину в группу. Вот они, как делать стартап хаус. На 50-100%. Вам видно, да? Да-да-да, видно. We help owners add value. Ну, понятно, как они делают, да? То есть, они не покупают дом, никак вы вот сейчас решили покупать. Они просто ориентуют. Это как называется, арбитраж, да? Rental and Arbitrage. То есть, пересдача. И, то есть, они не просто сдают, а создают типа стартап хаус. То есть, люди, которые туда приезжают, либо они какие-то стартапы открывают, либо приезжают учиться. То есть, по интересам, так скажем. Вот такая небольшая презентация. Если интересно, тоже ее скину. Если вам интересно почитать, посмотреть. Могу в группе разместить. Ему можно там вопросы написать. Он очень хотел там рассказать. Может там найти партнеров. Потому что он сказал, что это там супер шикарный бизнес. В нашей русской группе размещу и там, и там. Вот. Вот такое обновление. Давайте, что еще хотите добавить, потому что у нас на этом аккаунте лимит 40 минут. Поэтому давайте еще у нас чуть-чуть времени есть. Что расскажете? Какие ваши мысли? Можешь рассказать нам про аукционные дома? Мо-форк-ложер, пре-форк-ложер и шо-цейл. Стоит ли в них ввязываться? И как долго происходит сделка? И что это такое вообще, да? Ну, в общем, с того, что сейчас их нет. Шо-цейл. Шо-цейл – это тогда, когда цены сильно обрушились, и человек должен банку, допустим, миллион. А том стал стоить, допустим, 100 тысяч. И он тогда договорился, что окей, давайте продам за 100. И вот эта разница списывается. 900 тысяч. Такого сейчас нет. Почему? Потому что экотия очень большая, и цены очень выросли. И сейчас же никому не дают под zero down payment. Такого больше никогда не будет в шо-цейл. Это уже однозначно на 100%. Потому что сейчас у всех хотя бы должен быть какой-то минимальный down payment. И на канале я тоже рассказываю. Мы примеры приводили и рассказывали по поводу шо-цейл. Такого нет. Но есть форк-ложер. Форк-ложер – это когда дом забирается у банка, банком забирается у хозяина, но цена не будет дешевле market price. Цена будет обычная. Просто причина в том, что банк самостоятельно продает. Ну, через риэлтора. Они выставляются на государственных хат-сторах. Сейчас я покажу. И вот Сергей… А, кстати, вы напишите Сергей Сапот? Или Сапот, как у него правильная фамилия? Чтобы он тоже присоединился. Он мне сегодня писал, он думал в 9 утра. Сейчас я ему скажу. Вот, мы с ним делали оффер как раз-таки на хат-стор. Вот я вам покажу. Вы знаете, да, хат-стор? Можно посмотреть и multi-family. Но сейчас multi-family форк-ложер каких-то нет. Вот видите, практически нет. Вы делали на дом или на землю? На дом. Хат-стор. Сейчас секунду посмотрю, вообще у нас записывается ли. Ну, думаю, да. Запись идет, да? Идет, да? Ну, окей. Вот, покажу по поводу хат-стор. Мы там одно свой пропортий покупали, но я не скажу, что это дешевле. Не дешевле. Цена практически такая же. Просто конкуренции меньше. Вот, покажу пример. Этому доступ имеют только лицензированные риэлторы. Видите, этот логин и пароль вводятся. Так, вот покажу, допустим, давайте посмотрим на примере Калифорнии. Хорошо видно, да? Рассмотрим, что есть. Давайте посмотрим самые дешевые. Магали, это, по-моему, где парадайз, да? Где сгорело. Ну, вот можно сравнить. Не намного выше дешевле. Так, что это у нас продается здесь? А, это просто земля. Ну, земля, наверное, неинтересна, да? Строительство очень дорогое в Калифорнии, поэтому я даже вообще не рассматриваю. Давайте посмотрим сортировку по цене, чтобы она сортировалась. Ну, самый дешевый вариант. Вот. Вот это всякие форк-ложи, так сказать, непотребно которой. Иногда они выставляют на маркет, и тогда нет. Мы можем вот сравнить для примера. Ну, вот продается ли оно дешевле. Бекерсфилд. Ну, вы знаете, Бекерсфилд. Это деревня. И давайте посмотрим, продают за сколько. И вот тут определенный тоже, можно сказать, аукцион, потому что они выставляют время определенное, дают до 17-го числа. Можно сделать эксклюзив. То есть только вот этот агент это продает. Давайте посмотрим. На такие дома, на форк-ложи можно брать моргидж или только за кэш? Разные программы для каждого в своем. Кто-то кэш. У нас был только кэш, вот который мы купили в рейдинге. На какие-то можно. Вот. Его даже выставили сюда. Но я не думаю, что это очень дешево. Для Бекерсфилд. Это маленький дом, небольшой. Два-бетром, банн-бафром. 195. Вот он также стоит на маркете. Просто он старый. Видите? Ну, как здесь нет никаких обновлений. И если кто-то захочет, допустим, переделать, может перепродать. Или под рентал. И сразу, допустим, ну, школы, видите, какие, да? Двойки. Двойка, четверка. Не очень. Ну, вот. Вот это то, что продается от государства. Это форк-ложи. Вот это официальный веб-сайт. Поэтому, если захотите, офферы я могу делать. Потому что делаю hot-registered bidder. То есть я зарегистрирована, я могу делать. Видите? Тут данные нужно вводить. Все свои лицензированные агенты только могут делать. И те, кто на это оплавились. Поэтому, если вы заинтересованы, такие, да? Можно сделать. Ну, мы с Сергеем делали. На прошлой неделе не выиграли. Потому что они выбрали более богатых, так сказать, людей. Кто больше предложил. Давайте еще посмотрим, какие здесь есть. 217. Ну, не знаю. Для desert hot springs. Это не так уж и дешево, да? Давайте опять-таки посмотрим, есть ли на маркете. Иногда они ставят, иногда нет. По-разному. Вот, видите, написано foreclosure. Вот если вы такие находите, foreclosure, или что, обращайтесь ко мне, это значит, оно стоит и продается через hot store. Hot store, ну, знаете, да? Это государственная программа. Вот hot government. То есть их просто так через Zillow нельзя... Ну, там... Нужно через специальные сайты, да? Да, потому что их только продают государственные вот эти структуры всякие. И могут только лицензированные агенты офферы делать. Но иногда они выставляют в открытый доступ на МЛС. Опять-таки, зависит от банка. Видите, все банки, все разные банки. Но лон у них по-любому государственный. Ну, потому что вы знаете, как в Америке, да? Банки выдают лоны, а потом их перекупают. То есть банки же не держат эти лоны, они их перепродают на вторичном рынке. Да, да. Вот, у кого перекупило государство, вот они сюда попадают. И покажу вкратце, вот как здесь расписано. Видите, никаких... Нет данных. Ну, кучу-кучу документов придется потом заполнять. Видите, вот указаны. Множество всяких. И вот агент, который именно сотрудничает с этим местом. И вот. И можно заходить смотреть. Вам интересно? Давайте посмотрим, где вы там смотрите. Я, например, смотрю... Joshua 3. Joshua 3. Город называется. Пишите. Нет, видите, вообще ничего не продается там. 29 Palms. Ну, давайте просто Каунти. Какой-то Каунти. Сан-Бернардин. Сан-Бернардин-аккаунти. Легче будет. Сан-Бернардин. Вот есть один дом. За 255. Ну, это явно не в пустыне. Victorville. Вот почему они пишут 6 total, если это 3 и 2 только? 3 bedroom to bathroom. Это не bedrooms, это rooms. Rooms это считается и dining room, и living room. Это все rooms. Количество помещений. Вот так вот. Ну, living room учитывается, наверное. Ну, вот давайте посмотрим, это обычная, market price или нет. Вот это и есть foreclosure. Ну, вот она обычно стоит вообще просто даже на маркете. Поэтому вот обычная ума у вас. И можно просто для интереса посмотреть, сколько на такой rent будет. Интересно посмотреть? Да, нравится. Выгодно ли будет? Можем посмотреть Victorville to bedroom. 3 bedroom to bathroom. И сравним школы. Большое значение тоже имеют, да? Ну, школы, вы бы входили в такие 1, 2, 3? Наверное, не очень, да? Ну, да. Так, сейчас посмотрим Victorville. Можно посмотреть приблизительно for rent. 3 bedroom to bathroom. Можно посмотреть, вот они сколько. Ну, Zilla очень большую погрешность дает в рентометре. Есть другой сайт, который... Рентометр? Да, рентометр, который... Платная версия, она показывает достаточно детально. Не всегда это на 100% правильно. Помните, вот мой, который в рейдинге сдается дом за 1700. Допустим, показывает, что можно сдать и за 1100. Но это опять-таки всякие фальшивки, подделки. Можно же и подделки всякие сделать. Там есть на рентометре, что мне нравится. Он пишет конкретно адреса, каких домов, сколько bedroom, сколько bathroom. Вот. И... И что уже сдалось, да? За какую цену. То есть вот здесь вот средняя, да? 1400. 1450. Средняя цена. А на Zilla сколько он показывал? Ну, почти так и показывал. Видите, разные. 1600, 1800. 1400 даже таких и нет. Апартменты я не считаю. Апартменты всегда дешевле. Приблизительно так считают. Ну, не всегда правильно. Вот я могу показать. Да, согласна. Допустим, когда мы в рейдинге смотрели, и сейчас, который мы покупаем, 2 bedroom сдается у них за 1125. Хотя это очень дешево. Вот, допустим, покажу. 2 bedroom. 2 bedroom, а не бафом. Вот, видите, написано 2700. Тоже разброс большой. Где-то 2700 сдаётся, да? Где-то 1300. Это 4, это 4, 3, да? Он показывает, 4 bedroom. Да, почему-то интересно, 4 показывает. 2 плюс стоит, потому что... Ага. Там нужна галочка, боза, экзакт, мальчик. Ну, это, наверное, не дома. Сейчас поставлю хаос. Ну, вот разные, видите, есть 900. Есть такая. 1200, ага. Да. Тоже скажу, по-моему, вот у меня же 3 bedroom. И есть 1400, 1350. Её спокойно стоит за 1700. Хотя бы кто-то стоит даже за 2, да? За 2500. Ну, вот посмотрите, чем они отличаются. То есть кто во что гораздо, да? Так скажем. И это не супер шикарный. 2500. И школы. Просто из-за школы надо 4, 6, 8. Ну, 8 окей, но 4 не очень. Ну, вот видите, снимают у людей, да? Ну, у них выставлено ещё, может быть, цена может вниз пойти. Может быть, на виду, да, как разнообразие 1400, 1300. Потому что разные бывают случаи. Это всё зависит от того, пускают животных. Если животными, то совершенно другая история может быть. Вот. То есть вернёмся обратно к нашему. Вот. Зайдётся только Victor Bill. Тут никакой особой информации нет. Тут, понятное дело, посмотреть его тоже нельзя. Сперва нужно офферы сделать. Вот. Отвечаю на ваш вопрос по поводу аукционов. Можно, но это большая головная боль, головная проблема. И что они очень быстро улетают. Почему? Потому что люди понимают, что лучше купить что-то, чем вообще просто деньги обесцениться. Лучше иметь какое-то имущество. Так ведь? И иметь tax advantages. Всё можно посписывать и в итоге не платить налоги практически. В идеале. Поэтому люди покупают недвижимость. Ну и понятно, недвижимость всегда растёт в цене, в долгосрочной перспективе. Вот. Если на этих веб-сайтах дешёвые дома, вот я вам показывала. Помните, какие дешёвые были? Прямо с вами Беранзина. И здесь можно любые штаты смотреть. Хотите? Я иногда Флориду смотрю. Тоже. Если там супер какие-то дешёвые, но опять-таки вот, вот которые видите за 35, ну что это за дом? Это сарай какой-то. Это, наверное, mobile home. Угу. Вот. Поэтому тоже заблуждение, что во Флориде очень много дешёвых жилья. Mobile home, да. Но mobile home и в Калифорнии дешёвые. Все же их видели. Но они не растут в цене. Их можно использовать просто как rental income. Просто купить и сдавать, и всё. Угу. Вот. Вот этот вопрос мы разобрали, да. И ещё вопрос по поводу ставок. Многие спрашивают, пойдут ли они наверх. Никто не знает, потому что государство регулирует эту систему. Мы знаем, да, что экономика допадает, ставки опускаются, чтобы поддержать экономику. Экономика пойдёт наверх, ставки тоже поднимутся. Соответственно. Когда это будет? Никто предсказать не может. Появится ли ещё больше инвентарий, ну то есть больше пропорций. Пропорций тоже неизвестно, потому что люди не хотят особо продавать, потому что продают только тогда, когда уезжают. Рентал пропорций сейчас практически не продаётся. Вот мы, как я уже говорила, столько отслеживаем multi-family. Вот покажу пример, допустим. Каждый день отслеживаем, пишем офферы. Нет вообще multi-family. То есть никто их не выставляет. Ну я не говорю про плохие районы в LA. Никто не хочет покупать пропорции, где живут, ну там Мексы или что-то ещё такое. Которые не платят. Вот видите, практически нет. Вот на этот мы сделали всё, больше нет вообще multi-family. Эти все уже сняты с продажи, просто они почему-то до сих пор ещё здесь. Вот на целый огромный город 100 тысяч. Понятно. Вообще ничего нет. И multi-family, ну вы знаете, да, можно на Дио смотреть. Я на МЛС смотрю, вам могу уже показать. Мы смотрели вообще во всей Шаста-ккаунте. Почему там? Потому что там республиканский район. И там легко и тенанты выселить. И никаких проблем с этим нет. Вот есть ещё вот такой, если интересно, Дио. За 250. Помните, кто-то спрашивал, по-моему, в нашей группе, если юниты меньше 100 тысяч, да? Вот это 250. Тут получается триплекс. То есть каждый юнит получается меньше, чем 100 тысяч. Что считаете? Как считаете? Это хорошее, надо посмотреть рент на него, да. Сейчас покажу, какие у них рент. Ну, школа пятёрки, шестёрки для рента – это нормально. Главное, не единичка. У меня во Флориде вообще единичка. Представляете? Хотите, покажу? Ну, потом покажу. Сдаётся, главное. Сдаётся, да. Я хотела их выселить. Они даже ещё не хотят особо выезжать. Думаю, ладно. Пусть живут. А вот сейчас посмотрим форент. Так, а там какие были? Там написано триплекс, но не написано, сколько. Не написано, по-моему, какие, да? Я, по-моему, с ней переписывалась. Как же там её зовут? Денис? Денис, или как правильно произносится? Как-то там Макдоналдс, да, было? А, ну, потом я найду, скину. Потому что я писала, уже спрашивала. Они там, точно сказать, за стояние не могут, потому что покупал унивестор. Сейчас мы можем посмотреть. Почему-то его уже нет. Ну, вот ещё могу показать. В тех же районах. Ну, это не дёшево, да? 529. Это, по-моему, multifamily. Дуплекс. Ну, я не считаю, что это дёшево. Считайте, это дёшево. Вот, Cottonwood. Дуплекс. 529 тысяч. Недёшево. Скажем так, да? Вот. А здесь описание. А, здесь написано, да. 2-bedroom and 3, including 2-2. Получается, две двушки. Мы приблизительно можем посчитать. И 3-1. Thanks, backyard, mental driveway. И вот она мне писала, что в током состоянии... Вот, мы с ней переписывались. Вам, наверное, видно, да? Немного, да. Ага, телефон. Вот. И такс 1.25 я написала. В каком состоянии... Состояние неплохое. Можем спросить по поводу pictures. Inside pictures. Понятно, что они выросут в цене. Вот это всё пойдёт наверх. Потому что район хороший, белый. Отпросим Total Income. Потом я вам расскажу. Вот так периодически мы отслеживаем. Допустим, смотрим, если что-то появляется. Ещё раз говорю. Shasta County не делится с вами МЛС ни с кем. Поэтому никто не может видеть. И поэтому там мало ещё инвесторов. Люди же обычно там на МЛС смотрят. Ну и подбирают варианты. А вы говорите, вы здесь можете смотреть, у вас платная версия. Там больше вариантов, да? Да, у меня платная версия. Ага. Ну, всё равно они всегда совпадают. А дом ещё зависит. Ну, это да, понятно. У него просто погрешность меньше, да. Ну, понятно, что ещё от тенентов. От тенентов тоже, да, зависит? Ну да, разумеется. Угу. Так. И покажу на МЛС. Вот здесь, допустим, Multifamily Units. Давайте обычные посмотрим. Потом Commercial. Commercial в чём минус? Небольшой, что тяжело получить лон. Во-первых, нужен даунпеймент. Во-вторых, и ставка будет выше. Давайте не сидим в Лос-Анджелес-аккаунте. Вот покажу вот примеры, чтобы сравнить. Потому что я обычно сравниваю, допустим, с Лос-Анджелесом. За сколько здесь можно купить, найти. Сейчас у нас время заканчивается, сколько у нас осталось. Окей. Вкратце досмотрим. Если интересно, сравним. Дмитрий, а что вы? Дмитрий там молчит. Вы что-то ещё смотрели? Какие-то варианты подбирали? Так, я вот посмотрела, значит, сколько будет стоить сдача вот этого дома триплекс? Вендерсене. Средняя цена на двушки – это тысяча. Средняя цена на трёшку – полторы тысячи. То есть это будет три с половиной, да? Ну, хорошая доходность. При стоимости его дома – 250, да. Неплохо. Школа, да? Это очень показатель. Да, тоже так считаю. Ну вот, смотрите, давайте посмотрим на ML, что здесь размещают. Потому что вот с этим мы закончили. Если будет интересовать вас аукцион, да, вот обращайтесь. Видите, тут всё подробно расписано. Но вот этот хэппи-вэли, он стоит не на аукционе, да? Нет, захотите, оффер сделаем, да. И, как говорила, наша компания, мы помогаем с клоузом. Хорошо. Да, если захотите. И вот я уже с ней переписывалась, у неё там спрашивала. Она ответит. Листинг-эджент. Сообщу. И там просто очень много людей приезжает, там очень много, как называют их, пенсионеров. Из того, что там относительно дешевле жить. Ну вот, давайте смотрим, допустим, Камтон. Что самое дешёвое в Камтоне? Я бы не хотела иметь rental properties. Давайте сравним здесь соотношения. Допустим, продают почти за 300 тысяч. Адрес вам видно, да? Можете посмотреть на рентометре, за сколько могли бы задавать. Просто сравнить, где хотелось бы получать там рентометром. Потому что здесь ничего не расписано, да, сколько они покупают. Ну, написали 16800. Ну, мы не знаем, правда это или неправда. Это 16800, а если в Эндерстоне, мы бы получали больше 40, да? 3500 умножить на 12, да, 40. Ну, вот разница. Два с лишним раза. И тем более Камтон, вы знаете сами, какой район. Давайте для примера посмотрим. Ну да, Камтон. Который здесь между Orange County и Лос-Анджелесом, да? Ну да, он относится к LA County. Вот, ну, состояние, понятно, какое-то ужасное. И также фото, и железные двери, решетки. И видим, где rental property выбирать. И оно стоит на маркете уже, да, 120 дней в день, ужас. И сравните, если, допустим, вкратце школу, ну, 4-3. Ну, это еще лучше, чем единичка. Ну, да, типа, сейчас к Андерсену вернемся на секунду. Вот я сейчас пробила. Значит, это категория C+. У него crime C, housing C-, школы B. 10 тысяч населения. Ну, только в Рейдинге там. Там большая глоберация. Надо посмотреть, да, сколько там, соседние города какие. Вот, Рейдинг. Рейдинг 100 тысяч. Он прям близко к нему находится. Они вместе, да, там даже границы нет. Сразу начинается Андерсен. Тоже неплохой вариант для инвестиций. Относительно. Вот, и поэтому мы на него как раз вот собирались сделать офферы. Просто она конкретно не прислала, сколько они там платят, и какой у них оплаты. Ну, вы знаете, иногда некоторые инвесторы держат long-term tenants и не выселяют их. Те, допустим, платят 500 баксов. Ну, да, продаете с тендендами. Да. Нет, я думаю, что они не поднимают вообще рент. И, допустим, 500 баксов человек платит там 15-20 лет. Хорошо, да, так было бы хорошо узнать. Да, да, да. Вот я как раз у нее спросила. И нет ли тех, которые не платят? Да, уже. Уточню, спрошу. Вот, поэтому такие варианты рассмотрим. Мы для чего это открыли? Чтобы сравнить с Лейк Каунти. Как мы посмотрели, в Лейк Каунти самый дешевый. Это вот оказался Камптон. И с доходностью, как они написали, 16 тысяч. Сколько у вас там в этой программе показано Камптон? Улицу вы видели, да? Это 212 и Poplar Street. Дальше рассматриваем Long Beach. Так, это что сдается у нас? Так, Long Beach 300. Так, List Price 309. Current Rands 1650. Почему так дешево? Непонятно. Ну, это однозначно невыгодно. Вот видите, да? Сколько у него доходность. Написано Income, Gross Income 22 тысячи. 22 тысячи при цене 309. Просто если купить Long Beach с расчетом, что сам по себе дом вырастет, appreciation, то да. Рассчитывать на rental. Ну, вот это рассмотрели. Видите, я поставила самые-самые дешевые, которые есть вообще в этих районах. Можно поставить Orange County. Здесь, ну, вы знаете, все эти районы, эти мексиканские, да? Здесь тоже продают за 330. Так, Battle Market. И давайте посмотрим, сколько у него доходов. Ну, здесь неплохая, 43 тысячи. Если они говорят правду. 43 тысячи при цене 330. Это нормально относительно. Видно, да? Two units in front and two bedrooms, one bathroom in the middle house and one bedroom, one bathroom. Ну, давайте я напишу. Листинг-агенту и узнаю. Это относительно неплохо. Ну, вот то, что можно было найти. Если опять-таки... А, вот я им уже писала, он никогда не отвечает. Иногда они, может, вообще с продажи не снимают. Когда у них... А, так это старый. До сих пор висит 16-й год. Понятное дело, почему так дешево. Представляете, до сих пор не убрали. Это тоже 16-й. Ну, вот я веду меня. Смотрите, как цены выросли, да? Потому что такого не бывает. Разве сейчас есть дуплексы в Лонгбич за 350? И это даже не похоже на дуплекс, на форплекс. Почему-то до сих пор не убирают с маркета. Ну, и видимо, СМЛС. До сих пор это старье висит. Ну, вот пример. Арио. Вы знаете, да, что такое Арио? Инвестиционная пропасть. Это как раз банковская пропасть. Мы на предыдущем занятии как раз это рассматривали. Вот пропасть. Ну, это 2015-й год. Почему они до сих пор еще не убрали это все старье? Вообще непонятно. Хотя здесь стоит актив. То есть актив это те, что до сих пор на маркете. Продается все еще. Да. Поэтому вот только вот постоянно отслеживать. Я, допустим, сделала звонки, узнавала, кто бы хотел продать. Но у кого хорошая, допустим, прибыль, они не хотят, понятное дело, продавать. А кто вынужден, там разводится или умер у кого-то кто-то, то они не хотят продавать below market price. Поэтому найти below market price практически нереально. И пока мы ищем, мы просто теряем деньги же от неполученной прибыли, от рента. Поэтому я считаю, лучше купить и начать побыстрее получать rental income. Ну, вот это свежее. Вот, давайте пример посмотрим. Продается за 400 доход. Доход они здесь не указали. Можем меня спросить, наверное, какой-то мексиканский район. Написано investors'apercurity. Так, если вам видно, нет? Да, да. Так, что у них тут стоит? А, это вообще commercial. Ну, не знаю, с commercial я не хочу связать. Тем более сейчас, пока ничего не работает, да? Это commercial, там что-то, офис, ресторан. Да, слишком мутное. Почти сюда попало. Ну, это мы рассматривали, да? 400 тысяч. Multi-family unit. Дуплекс. Два юнита. One bedroom. One bathroom. Need CLC. Ну, когда пишут «Need CLC», значит, в плохом состоянии. Доход 21,600. Ну, разве очень доходно? Купить за 400 и сдавать за 21,600. Не особо, да? Да, не очень. Прибыльно. Ну, особо не прибыльно. Вот. Ну, давайте вывод такой сделаем. Просто у нас время уже заканчивается. 40 минут уже прошло. Окей. И вывод у нас такой. Значит, чтобы найти rental properties, нужно приложить, во-первых, большие усилия. Почему? Потому что сейчас дома улетают в горячие пирожки, и нужно смотреть, чтобы соотношение цены и рента было приемлемым. Потому что вот такие варианты, купить за 400 и сдавать за 21,000 никак не подходит. И давайте отговоримся. Мы можем там периодически встречаться, обсуждать. Буквально на 15-20 минут какие-то новости появляются. Потому что дилы появляются, видите, каждый день, хоп, и улетают. Пока мы пишем офферы, уже дил, все, куплен кэш. Поэтому, если вы согласны, давайте, я там на своей странице и в группе буду периодически писать. Выходите на 15-20 минут, обсудим, меняемся новостями, что и как происходит. Так что, если хотите, присоединяйтесь. Может быть, лучше какие-то публикации делать, каких-то интересных аптитов? Можно, я тоже так и делаю. Ну да, просто всякие вопросы задаю, поэтому удобнее. Да, чтобы ты размещала, потому что, знаешь, у большинства вот дети, там, я сейчас 9 часов укладывала спать. Спать очень было сложно выйти. Я в группе тоже размещаю, да-да-да, и в группе на своей странице размещаю. Просто я боюсь сейчас отключиться, а то мы не успеем договорить. Вот, так что подпишитесь, как я уже говорила, да? Да, я подписана в группе. Да, и в группах, и как какие-то у вас новости тоже появляются, тоже обязательно добавляйтесь. Хорошо, вы мне не присоединяйтесь. Хорошо. Да, здравствуйте, тоже присоединяйтесь к нам, хорошо?